Итак, у нас сегодня второй день марафона, который называется практика менеджмент 3.0 для скрам-мастеров и agile-коучей. Мы продолжим с вами разбирать, как можно использовать практики, которые попадают под этот зонтик инструменты для ежедневной работы скрам-мастеров, agile-коучей, ну, наверное, всех, всем тем, кто работает с командами. Поделюсь опять своим взглядом на эти все инструменты. Как слышно? Хорошо? Да, все нормально? Окей, спасибо. И по-прежнему задавайте вопросы, мы здесь для того, чтобы в том числе и на них ответить. Давайте начну. Не все, наверное, меня знают. Представлюсь, меня зовут Алексей Пикулев, я работаю тем, кто помогает командам развивать доверие, и, соответственно, называю себя эксперт по командному и организационному доверию. Но в том числе я agile-коуч, скрам-мастер и достаточно давно в этой области, поэтому сегодня продолжу делиться своими взглядами на инструменты менеджмент 3.0. Почему мы решили именно сегодня, в понедельник и в пятницу говорить на эту тему? У нас в закрытом клубе скрам-мастеров стартует очередной месяц, в рамках которого мы будем разбираться с этими практиками, решать кейсы, и, соответственно, просто решили вспомнить, а что же нам предлагает менеджмент 3.0. Это не тренинг, это просто такая поверхностная, возможно, точечная экскурсия в движении менеджмент 3.0. И сегодня продолжим говорить про всякие общие темы, связанные со скрам-мастерством. Поэтому для тех, кто не был на первом марафоне, на первом дне марафона, хочу вам напомнить вот эту нашу диаграмму, которую мы вместе обсуждали. Кстати, напишите плюсик, кто был, вернее, давайте так, кто сегодня первый день, напишите минус, чтобы мне понимать. Ага, вижу, да, есть у нас сегодня гости. Я надеюсь, вы посмотрели в записи наш первый день. Судя по количеству просмотров, кто-то его все-таки смотрел, и это радует. Все, давайте. Итак, мы на первом дне с вами вот такую диаграмму смотрели. С одной стороны, роль скрам-мастера, да, agile-коуча – это достаточно понятная роль, которая объединяет очень много-много функций. В зависимости от контекста, и можно этот список продолжать, я постарался выделить ключевые, которые можно сопоставить с, наверное, направлениями знаний, практик в менеджмент 3.0. И где-то посредине у нас идет именно наша фокусная аудитория. В первую очередь, это люди, это с кем мы ежедневно общаемся, это команда, это организация и это наши клиенты. То есть вот на пересечении у нас находятся все те, с кем мы взаимодействуем. Ну и, соответственно, менеджмент 3.0 говорит о том, что есть определенные перспективы для того, чтобы современный руководитель, современный лидер мог развивать организацию, выстраивать ее по-новому. Потому что менеджмент 3.0, опять же, напоминаю, кто не смотрел и не был в первый день, это подход, когда мы относимся к людям, клиентам немножко по-другому, ну или сильно по-другому, в зависимости от организации. То есть это не 2.0, это не 1.0, это 3.0, когда мы фокусируемся на людях, на наших коллегах и, соответственно, выстраиваем процессы, которые позволяют нам выстраивать совершенно другие организации. Так вот, давайте тогда продолжим разбираться, что же у нас сюда попадает. В прошлый раз, напомню, мы говорили о том, что, в принципе, для скроммастера уже полезная, ценная инструменты, ежедневная работа – это все, что связано с внутренней мотивацией, то есть когда мы понимаем, какие подходы работают для того, чтобы мотивировать людей в команде. И мы говорили о том, помните, о том серьезном фокусе, что на самом деле для скроммастера не хочется ограничиваться просто какими-то активностями в рамках команды. Да, мы можем поиграть с ними в движущие мотиваторы, понять, какие факторы мотивируют, но глубже будут изменения, связанные с подходами к мотивации в организации. То есть от того, что мы с вами как команда понимаем, кого больше в данной степени мотивируют какие-то статусы, либо развитие мастерства, на самом деле, если организация не поддерживает… У кого-то включен звук, прошу выключить. Спасибо. Так вот, давайте тогда будем смотреть, что же сейчас есть, ну, что еще можно использовать из менеджмент 3.0. Я постарался сегодня пойти от команд. Видим, что скроммастер, в том числе как лидер, отвечает за эффективность скром-команды, всей скром-команды, поэтому давайте поговорим, а что же может скроммастер брать в качестве инструментария из менеджмент 3.0 для того, чтобы построить эффективную команду. Но перед этим я хотел поспрашивать вас всех, понабрасывайте ответы на такой вопрос. На самом деле, что влияет, на ваш взгляд, на эффективность команды? Что влияет? Жду ваших ответов. Подключайтесь. Что, на ваш взгляд, влияет на эффективность команды? Понимание целей. Как долго работают вместе. Да, спасибо. Что еще? Компетенции соответствуют ценностям компании. Внимание, свои зоны ответственности и границ. Спасибо. Уровень доверия. Спасибо. Уровень доверия в команде. Давайте я тоже покажу свой список. На самом деле, все ваши ответы, они, конечно же, правильные. Да, тут можно достаточно много набрасывать вариантов. Я для того, чтобы поделиться, решил посмотреть, что же предлагает называемый проект «Аристотель», который проводился несколько лет назад в компании Google. Google, если вы не знаете, можно погуглить историю этого проекта. Если вы знаете, вот вам небольшая напоминалочка. Еще вижу эффективность, это соотношение затрат к результату, может быть, мы о результативности. Ну, тут на самом деле можно от контекста действительно разное определение выбирать. Давайте будем считать, что про эффективность мы говорим, как они хорошо работают вместе. Так вот, проект «Аристотель» выявил пять ключевых, наверное, специфик, факторов, областей, которые влияют на эффективность команды. И в первую очередь, это, конечно же, психологическая безопасность. С этого все начинается. Здесь у меня даже на слайде невыстроенная очередность, но, в принципе, как бы все начинается с психологической безопасности. То есть, это возможность безопасно себя ощущать с точки зрения взаимодействия с коллегами, совершать ошибки, просить помощи, признаваться в чем-то. Например, признаваться в том, что ты здесь не справляешься, и тебе нужна какая-то поддержка. И все начинается именно с этого. И дальше, в зависимости от контекста, выходит на первый план надежность, структура и ясность. Вы, по-моему, про это писали смысл, влияние. То есть, насколько я понимаю, моя работа влияет на цели. Мы, кстати, совсем недавно про влияние проводили очередной вебинар, который отвечал на вопрос, зачем вообще команде влиять, понимать свое влияние на цели компании, вообще надо ли это. И вот пришли к мнению, что да, это, конечно же, не хватает. Так вот, проект «Аристотель». Понятно, что список, можно посмотреть другие модели, которые, в принципе, пересекаются. Но мне важно здесь поставить некое соответствие, а что же предлагает, какие принципы есть в менеджмент 3.0. И напомню, мы тоже в первый день с вами рассматривали пять принципов. Видим, что они очень сильно пересекаются. Сюда же попадает вовлечение людей, сюда же попадает совместная работа, отчасти управление системой, а не людьми. То есть, это все, в принципе, очень близко. И получается, что если я как скромастер хочу и задаюсь вопросом, а как мне помогать команде становиться более эффективными, то, наверное, я каким-то образом, поскольку это все соответствует, могу отчасти ответы на вопросы, которые меня беспокоят найти в менеджмент 3.0. И вот сегодня я постарался именно с этой точки зрения посмотреть на инструментарий. Я буду про некоторые инструменты, не про все, а про некоторые инструменты, которые я лично сам пробовал, порассказывать, чтобы можно было потом их поискать в интернете, почитать про них поподробнее. И самое важное – попробовать их со своими командами, что, в принципе, мы будем делать уже начиная с воскресенья. Итак, начнем с психологической безопасности. На самом деле, не хочется про эту тему кратко говорить. Это отдельная прям большая область знаний, но тем не менее. Сегодня у нас вебинар про менеджмент 3.0 скромастеров, не про психологическую безопасность. И у нас, кстати, у меня на канале есть парочку видео, можно найти их и посмотреть. Так вот, психологическая безопасность, возможность попросить помощи, как я уже сказал, некое состояние внутри команды, когда тебе комфортно. Не комфортно от того, что ты ничего не делаешь, а комфортно, что ты чувствуешь некую безопасность. И вот хороший пример, меня всегда спрашивают, а вот в чем разница между психологической безопасностью и доверен, да, есть ли разница. Вот для меня хороший пример, такая метафора, когда, например, я прихожу к врачу и к зубному, допустим, да, и вот он рассказывает мне, как мы будем такое лечение делать, да, и так далее, и так далее. Так вот, психологическая безопасность – это возможность задавать здесь сейчас ему вопросы. И на все мои вопросы, консервные, я получу ответ. То есть меня что может беспокоить? Например, а точно ли вот это лекарство обезболивает, да, или на сколько, точно ли одной дозы хватит, да, что-то еще. То есть это здесь сейчас возможность задавать вопросы и получить на них ответ. Самое главное, что мне там не, он не нахамит, не скажет, типа, ты что такой умный, что ли, я же сказал, и так далее. Доверие в этом случае – это некое долгосрочное, долгосрочный феномен. Я пришел к этому врачу, доверяя его компетенции и понимаю, что вот этот курс лечения, который он выберет, меня приведет к какому-то здоровью, да, и я, соответственно, в итоге вылечусь. То есть это какой-то результат будущего. Так вот, вот в этом как бы и разница. Психологическая безопасность – это возможность здесь сейчас быть в безопасности, да, не физической, а именно психологической. Задавать вопросы, просить помощи. И то же самое это все переносится в команду, да. Я встречал очень много команд, которые, к сожалению, не обладают такой возможностью, да, и люди очень быстро закрываются, они боятся. Их любой вопрос встречает, ну, в крайнем случае, какую-то надсмешку, да, то есть отчеты, ты же middle, что ты вопросы задаешь, иди разбирайся. И человек закрывается, он уже как бы боится задавать какие-то вопросы. Наверняка вы сталкивались с этим. Так вот, без этого очень сложно выстраивать дальнейшую работу и, конечно же, не выстроить доверие, ну, никак, совсем никак. Но можно работать очень долго, бесконечно долго в такой вот среде. Так вот, все начинается, то есть очень много подходов к выстраиванию психологической безопасности. Они затрагивают и процессные какие-то вещи, и структурные. Но один из подходов, который, в принципе, очень соответствует нашей позиции лидера, да, как скромастер, который лидирует команду, ну, не с точки зрения «все пошли со мной», а драйвит процессы. Так вот, есть подход, который связан с уязвимостью, да, с уязвимостью. И через уязвимость, через приоткрытие себя или, там, возможности открываться внутри команды, дать возможность людям немножко больше на друг друга посмотреть и дать возможность, что вот за то, что ты приоткрываешься, делишься какой-то информацией, делишься какими-то своими, ну, будем говорить, не сокроведными, но очень личными вещами, да, и ты понимаешь, что за то, что ты приоткрылся, в принципе, ничего не случается. Никто не будет эту использовать личную информацию против тебя. Наоборот, кажется, что мы поделились, нашли какие-то общие точки, которые нас связывают в прошлом, не знаю, связывают с какими-то интересами. Так вот, возможность быть уязвимым – это очень классный подход для выстраивания психологической безопасности в команде и дальнейшего выстраивания доверия. Я бы даже так сказал, что через уязвимость можно достаточно классно не просто выстраивать доверие, а еще решать конфликты конструктивно, да, но это отдельная тема, вот, и, соответственно, если я смотрю как скромастер на то, чтобы сделать в команде такую, создать среду для уязвимости, да, один из хороших инструментов – это инструмент, который можно позаимствовать, найти в Management 3.0, который называется персональная карта, так и называется, Personal Map, по сути, достаточно простая структура, которая включает в себя очень мощный контекст. Каждый из нас содержит огромное количество слагаемых, которые составляют наш персональный портрет, да, это и обучение, и опыт работы, и, соответственно, семья, и родственники, там, не знаю, интересы, да. Так вот, персональная карта – это, по сути, такая майнд-карта, которая рассказывает про меня, да, и, соответственно, я как скромастер в определенном контексте, в определенный момент времени могу предложить участникам моей команды сделать вот такую персональную карту и поделиться ей, то есть рассказать друг другу. рассказать друг другу о каких-то своих интересах, либо просто вот эту вот структуру свою, как я вижу себя, и дать возможность позадать вопросы, дать возможность найти общие какие-то точки соприкосновения, общие интересы, и, соответственно, поговорить, о что мы можем, то есть вот как мы можем эту информацию поддерживать безопасно, да, то есть сделать первые шаги для того, чтобы именно выстраивать вот эту открытость внутри команды, причем открытость по отношению именно к личной картинке каждого из участников команды. Сложно или несложно это сделать? Конечно же сложно, да, и я видел очень много примеров, когда такая формальность действительно скатывалась в какой-то простой игре, ну и, соответственно, без результата. Встретились, поговорили, нарисовали, спрятали, разошлись. Важнее мне, как скромастеру, помните, я говорил, что любую вот такую активность поддерживать на определенном времени, да. После того, как мы, допустим, в рамках сессии поговорили про это, можно в зависимости от контекста, например, сопроецировать на наши внутренние правила. А какие правила, нормы поведения могут нам, ценности, да, могут нам внутри команды поддерживать безопасность вот этих вот карт, да. То есть что должно произойти, чтобы мы пошли и рассказали, либо воспользовались в конфликте знанием про какие-то личностные моменты. И наоборот, а что нас будет удерживать? И вот такие вот очень сложные, глубокие вопросы можно позадавать ребятам для того, чтобы попробовать вывести их на какие-то более глубокие договоренности, да. Что вот то, что мы узнали, там, то, что знаем про друг друга, мы никогда в конфликтах, либо в разговоре, либо в обратной связи не используем. Почему? Потому что без моего, как бы, да, разрешения, это моя личная информация, я просто про нее рассказал, да. И, соответственно, было бы здорово, если бы мы умели вот это принимать и сохранять, и хранить вот эту информацию друг друга. И тогда, поверьте, что это дает какую-то почву, какой-то толчок для дальнейшего развития, раскрытия. А помнишь, я рисовал вот эту вот мою область интересов, да. Слушай, я вот увидел у тебя то же самое, кажется, у нас есть диалог, и мы стали немножко ближе, да. Поэтому берите на вооружение, используйте очень классный инструмент, и самое важное, что он простой и позволяет вовлечь ребят, ну и визуальный, да, самое важное, что он визуальный, позволяет вовлечь ребят достаточно сложный диалог, сложный, но очень полезный и конструктивный, когда мы его превращаем в, по сути, в основание наших договоренностей, как мы бережно и уважительно по отношению друг к другу начинаем работать. Двигаемся дальше. Ребят, если будут вопросы по инструментам, пишите в чат, буду читать и отвечать. Двигаемся дальше и снова говорим про психологическую безопасность. Еще одно слагаемое этой безопасности – это возможность ошибаться, да, то есть вот ошибаться, и самое важное – относиться к этому позитивно, что ошибки – это источник каких-то новых знаний, да. Как же выстроить работу по работе с ошибками? Так вот, в любой команде всегда есть некий вопрос, как держать баланс между, с одной стороны, постоянными неудачами, то есть неудачами, экспериментами, которые заканчиваются провалом с нашей точки зрения, и, соответственно, комфортной зоной. То есть вот мы находимся в комфортной зоне, у нас вроде все хорошо, и, соответственно, не хочется, мы боимся экспериментировать, и так все хорошо. И мы понимаем, что, с одной стороны, если частота таких экспериментов зашкаливает, и мы постоянно проваливаемся в какие-то непонятные фейлы, да, то, кажется, мы неправильно движемся, да. С другой стороны, если постоянно у нас одно и то же состояние, комфортная зона, кажется, мы боимся рисковать и боимся ошибаться. И что-то мешает нам признавать эти ошибки, возможно, возможно, это индикатор того, что в команде у нас на самом деле очень напряженная ситуация и напряженная ситуация к ошибкам. Так вот, опять возвращаясь к Management 3.0, есть отличный инструмент, который можно использовать в качестве такого начинки для одного из ретроспективных, ну или вообще для конструктивной работы команды, который, по сути, визуализирует наше отношение, наше состояние, наше поведение внутри команды с определенными результатами. То есть, как и любое поведение, мы, с одной стороны, можем ошибаться, и эти ошибки могут приводить к провалам. Иногда ошибки приводят к успеху. Ну, мы думали, что это неправильно, на самом деле, оп, повезло, да. Есть какие-то лучшие практики, которые мы всегда делаем и которые всегда работают. Что-то происходит случайно, и эти практики перестают работать, ну, соответственно, мы их тоже замечаем. То есть, вот есть хорошие практики, и, соответственно, есть ошибки, которые приводят к неудачам, либо к успеху. И как любая команда, которая проводит, допустим, ретроспективу, мы всегда можем найти, что точно не надо делать, и то, что всегда хорошо работает. Но самое важное – понимать, что основные все знания, которые мы с вами получаем, они находятся где-то посредине. И вот было бы здорово, если бы мы научились вот эти вот эксперименты либо планировать, либо понимать, что мы их делаем. И вот фокусироваться и держать какой-то баланс вот на тех инструментах. И отчасти 50% этих экспериментов, каких-то нововведений, новых идей, они всегда будут приводить к успеху. Но самое важное, что неудача и все вещи, которые сюда попадают, они приводят нас к знаниям. Так вот, простой инструмент, который позволяет провести, научиться проводить такие ретроспективы, которые поддерживают и визуализируют баланс между ошибками, между хорошими, ну, комфортными практиками, которые работают. И на самом деле фокусироваться на что-то посредине, искать инструменты, которые помогают нам совершать эти эксперименты. И сразу возникает вопрос, поскольку мы говорим про психологическую безопасность, а какие должны условия быть в команде для того, чтобы вот эти эксперименты совершались, то есть чтобы мы нормально к этому относились. да, какие структурные элементы должны измениться для того, чтобы мы нормально начали относиться к экспериментам. Да, возможно, мышление у наших руководителей должно поменяться, а может быть, просто их нужно опрозрачить и показать, что мы сюда, здесь делаем эксперимент. Ну, то есть опять же, возвращаясь к посылу, что за этим лежат какие-то структурные, должны лежать структурные изменения, и изменения с точки зрения восприятия экспериментов и получения, ну, и возможности совершать ошибки, да, и, соответственно, через эксперименты развивать, развивать знания, которые накапливаются в команде. Поэтому берем на вооружение, тоже классный инструмент, проводите следующие ретро с помощью него, и потом рассказывайте, что получилось, что не получилось. Кстати, а может быть, кто-то уже делал такой ретро, напишите плюсик, кто делал такой ретро. Пока плюсиков не вижу. Ну, классно, что мы здесь нашли инструмент. Двигаемся дальше. И последний на сегодня, последний на сегодня практический инструмент, который можно забрать себе в команду, и он опять же про психологическую безопасность, про инструмент, про обратную связь, да. Мы все знаем, что есть у многих наших коллег различные подходы, различные привычки в обратной связи. Кто-то ее дает без запроса, кто-то ее дает, используя любимый многими менеджерами подход, который называется, там, не знаю, бутерброд или сэндвич, да. То есть ты сначала хвалишь, потом, значит, ага, ай-яй-яй, но снова хвалишь. И нам кажется, нам все время говорили, скорее всего, говорили эксперты из менеджмента 2.0, да, вот они когда-то давно придумали эти подходы, что вот именно такие подходы, они развивающие и, соответственно, точно помогают выстроить классную атмосферу в команде. Но, как показывает практика, любая оценка, которая делается коллегой в обратной связи друг к другу, она несет элемент конфликта либо негатива, и мы подсознательно, слыша, зная, что да, сейчас меня похвалят, потом поругают, потом снова похвалят, подсознательно уже готовимся, что никакого развития это на самом деле и не будет. Ну да, меня за счет обвиняют. И возвращаясь к общей атмосфере, в которой мы говорим про атмосферу психологической безопасности, зная, что вот эта вот обратная связь меня никаким образом не развивает, она никаким образом меня не продвигает вперед, мы не делаем вклад в построение этой безопасности, да, и, соответственно, превращаем инструмент, который должен помогать нам развиваться внутри, ну, в некую формальность. То же самое касается всевозможных различных элементов, которые используются для какого-то performance review и что-то еще, да, мы собираем огромное количество цифр, оценку 360 и любим это все сделать, считать периодически. В данный момент у меня знакомые проводят очередное там performance review, я вижу уже напряжением три командных, потому что, с одной стороны, все понимают ее бесполезность, все понимают, что она занимает очень огромное количество времени, и самое главное, что она делается так редко, что вот между интервалами от этого performance review, между интервалами происходит настолько много всяких изменений, что кажется, что та обратная связь, которую я сейчас там получал год назад, она уже вообще нерелевантна, потому что все поменялось, я уже, у меня новые интересы, я бегу в другую сторону, не знаю, работаю в другой команде, а у меня план в соответствии с этой оценкой висит, и он, значит, куда должен развиваться. Вот, поэтому, что важно, поскольку мы работаем ежедневно с людьми, мы можем научить, дать возможность ребятам, ну и в первую очередь самим, наверное, начать использовать другие механизмы для обратной связи, которые, а, работают очень быстро здесь и сейчас, мне вот здесь сейчас хочется поделиться чем-то, да, дать обратную связь на какой-то результат и, соответственно, понять, а можем ли мы сейчас ситуацию что-то поменять как-то и продвигаться. С другой стороны, максимально делать это безоценочно, потому что любая оценка, да, мы привыкли, она все время оценивает, на школе оценивает, не знаю, в институте оценивает, на работе все время оценивает. Любая оценка – это всего лишь когнитивный взгляд человека со стороны. И иногда нам кажется, что да, вот ты делаешь это совершенно как бы понятно, я даже интерпретирую все твои поведения, но на самом деле за этим может лежать совершенно другие мотивы и миллион, наверное, примеров, которые показывают, доказывают именно это. Поэтому, что же делать с обратной связью? Один из классных инструментов, который можно найти в менеджеринг-тренинге – это инструмент, который называется упаковка, да, упаковка обратной связи, ну, вот это заворачивание, фидбэк-рэд такой. Вот, он состоит из пяти шагов. Понятно, что это некая структура, да, и разговор, диалог, вот этот инструмент обратной связи, он должен быть, во-первых, опробирован, во-вторых, чтобы вот эта структура заработала, нужно его, по крайней мере, для себя несколько раз проговорить, повторить и понимать. Но смысловой посыл, он примерно такой. То есть сначала все начинается с описания контекста. Я здесь сейчас нахожусь в каком-то контексте, в ситуации, и для того, чтобы человек понял все дальнейшие мои шаги, мне важно рассказать, дать описание этого контекста, что происходит. И это важно, потому что контекст очень часто имеет значение, да. Контекст очень часто имеет значение. Следующим шагом идет перечисление своих наблюдений. Здесь мы стараемся преследовать безоценочного подхода, когда мы даем наблюдение с точки зрения описания фактов. Что происходит? Представьте, человек не пришел на деле, да, ну, не знаю. А что происходит? Я могу сказать, конечно же, ты опять опоздал. А я могу сказать, смотри, у нас вот 10 часов, нас стоит 5 человек, а у нас в команде 6 человек. Это вот мои наблюдения. Следующим шагом идет выражение эмоций. Это тоже очень важно, потому что, по сути, я могу говорить в обратной связи про эмоции, только опираясь на свои ощущения, да, эмоции, и они неразрывно связаны со следующим шагом, да. То есть мне важно проговорить, что я чувствую по поводу тех фактов, которые происходят. Это мои переживания. Это я не задумываюсь, не додумываюсь за тебя. Это мои переживания, которые меня беспокоят. И следующий шаг, четвертый, это, по сути, декларация, ну, либо пояснение, а что за этими чувствами стоит, мои потребности. И заметьте, вот как здесь очень тонко связан вот этот инструмент, там еще есть пятый шаг, связан с той уязвимостью, про которую мы говорили. Заработает ли этот инструмент, если мы не привыкли в команде говорить про какие-то эмоции, да, эмоциональный фон, делиться эмоциями, делиться чем-то уязвимым? Ну, скорее всего, нет, да, потому что мне будет страшно. И наоборот, если я знаю, что у нас есть внутри команды возможность друг друга делиться эмоциями, говорить про свои интересы, ценности, потребности, и из-за этого ничего не будет, в этом случае мне будет проще поделиться, что смотри, я злюсь, потому что я скроммастер, я испытываю тревогу или там, я не знаю, я испытываю злость, раздражение, потому что я скроммастер. Мне важно, чтобы, то есть для меня ценность, чтобы мои коллеги понимали ценность вот этих событий. я из-за этого очень сильно переживаю, да, то есть я делюсь своими ценностями. То есть не то, что ты пришел и, соответственно, ты неправильно сделал, а я испытываю какие-то эмоции, которые, за которыми стоят мои потребности, важные потребности. И после этого, конечно же, нужно выразить предложение, да, то есть сделать предложение с точки зрения, что нам может помочь, как мы можем вместе эту ситуацию разрешить. И то есть вот обратная связь, которая основана на констатации фактов, передачи своих эмоций и переживаний и ценностей, которые за этим стоят, и, соответственно, предложение, ну, не знаю, что с этой ситуацией можно поделать. Вот такой вот инструмент. Друзья, хочу увидеть ваши вопросы, если они сейчас есть. И тогда вопрос, что у нас тут сегодня с собой? Что откликнулось у вас? Что готовы попробовать? Поделитесь, пожалуйста, опять же, в чате, вдруг кто-то будет интересное. Да, будете копать, если будете копать со своими командами, ну, либо лично для себя. Какие инструменты у вас откликнулись? Поделитесь, пожалуйста. Ага, спасибо. Попробую наблюдать, как даю обратную связь. Угу. Ребят, ага, вижу-вижу. Обратная связь, ретро-пробаланс экспериментов. Ага. Идея про ретроспективу с собой. Отлично, спасибо. Да, ребят, спасибо большое. И, соответственно, будем тогда сегодня наш... А, проект Аристотеля. Рассказ о себе и лидерство на уязвимости. Да, да, друзья, почитайте про проект Аристотеля. Очень классный. Все. Тогда на сегодня у нас наш второй день марафона закончен. У вас в пятницу. В пятницу что более? Сразу давайте по спойлеру. Немножко поговорим про подходы к развитию компетенции. Компетенции, да. Соответственно, поговорим, что про развитие людей, говорится, менеджерный тренорм. Но мне кажется, это очень важно. Поговорим про подходы к, наверное, к метрикам и правилам метрик, которые прям я бы, честно говоря, брал бы и как чек-лист использовал бы в своих командах. Ну и даже не в командах, а в организациях. Насколько они на самом деле соответствуют вот этим принципам agile метрик. Очень полезный чек-лист. Мы про него поговорим. И, конечно же, подход к изменениям. Поскольку мы все говорили про то, что эти вещи начинают приносить ценность, все инструменты. Только тогда, когда мы их не просто играем, какие-то игры, а когда начинаем через них менять структуру, правила, политики, в этом случае ценность этих инструментов гораздо выше. Когда мы не просто говорим, что давайте проведем ретро с экспериментами, а давайте мы к экспериментам начнем по-другому относиться и найдем те ограничения, которые нам по-прежнему их мешают. Внутри команды, в организации. Давайте мы начнем использовать больше внутреннюю мотивацию, соответственно, в процессах найма, в процессах вознаграждения. А, да, кстати, и про зарплатную формулу вам тоже расскажу. Вот такие четыре темы. Приходите, немножко по спойлеру, по спойлерил. Будет интересно. Все, друзья, хорошего дня. Запись появится в ближайшее время. Можно поделиться с коллегами. Все, давайте. Пока.